Диабло и Мортал Так что всем поклонникам Олдскула Не переживайте, на свой век И еще кучу клиентских игр пощупаете Единственное, было бы, наверное, Все-таки неплохо присмотреть для себя что-нибудь Этакое и на мобилке В частности, нас интересует MMORPG Развелось их, прям скажем, немало Но мы заморочились и выбрали те, на которые Можно смело потратить часов 15 своей жизни Меня зовут Мадлер, это портал Гоха.ру, и мы начинаем Хотелось бы сразу сказать, большинство Игр, о которых пойдет речь, в наш Плеймаркет и Аппстор еще не завезли То есть они там рано или поздно появятся Но если вам, к примеру, не втерпешь Способы приобщиться имеются На то, чтобы разобраться как Я, например, потратил минут 5 времени Еще 10, чтобы все установить И остаток выходных, чтобы понять, что качать А к чему лучше даже не притрагиваться Думаю, такое рвение заслуживает Как минимум вашего королевского лайка Так что, если еще не проставили Тем не менее Для первой игры даже заморачиваться не придется Она вполне себе доступна для скачивания Без всяких танцев с бубнами И, разумеется, про мобильную версию линейки Lineage 2 Revolution Да, она, скажем так, не самой первой свежести И да, она до сих пор очень даже заслуживает внимания Если вы подбираете себе MMORPG проект На каждый день в режиме Forever Online Прежде всего, Lineage 2 Revolution Это ностальгия И здесь игра со своей паразитической функцией Полностью справляется Скачать L2R стоит хотя бы ради того, чтобы Прошвырнуться по знакомым до боли местам Вспомнить позабытых, милых сердцу персонажей Да и смотрится это, если что Для мобильной игры очень даже пристойно В общем и целом Игра, конечно, имеет шанс понравиться Не только поклонникам Lineage Но я бы все-таки поспорил Ибо преснопамятного гринда здесь едва ли не больше, чем в оригинале Да, это реально, представьте себе Что бы вы ни делали, можете быть уверены Закончится все битьем мобов Правда, в отличии от ПК-версии Здесь даже более-менее сюжет завезли Но боюсь, за всей этой автоматической беготней Которой вас начинают пичкать с самого старта Будет немного недосюжетных перипетий Это, кстати, нормальная тема для мобильных MMORPG А полу-АФК игра, когда ты больше смотришь на то, что происходит на экране, чем играешь Кому-то категорически не нравится такой подход А я вот, допустим, слабо себе представляю Как будто задротить руками в мобильную гринделку Тем не менее, на вкус и цвет, как известно К тому же, есть в этом видео игра Которая определенно придется по душе тем, кто любит, чтобы все было взаправду Без всяких этих ваших новомодных мобильных штучек Я про Rangers of Oblivion Некое подобие мобильной версии Monster Hunter World Тут вам никакого автобоя Максимум по квестам в автоматическом режиме проведут Да и то, не хотите, никто не заставляет К большим услугам шесть классов, которые определяются тем оружием, которое носит герой Поменять, если что, можно в любой момент, так что, по сути, вы вообще ни к чему не привязаны Единственное, вначале попросят определиться с духом-покровителем Но даже это не сильно обременительно Я бы даже сказал, профитно Можно разжиться тремя халявными способностями Также в игре есть земледелие, рыбалка, кулинария, поимка и разведение лошадей Поиск сокровища, что немаловажно, русский язык Признаком хорошего тона считается иметь компаньонов, чтобы брать их с собой на охоту Изначально их три, но никто не запрещает наладить взаимоотношения с местными НПЦ посредством дарения подарков В итоге чувства разовьются в нечто большее И на одного компаньона в вашем списке станет больше Чем заняться? Ну, если всего вышеперечисленного вам мало Можно попробовать проходить квесты в компании с малознакомыми людьми Или хорошо знакомыми Тут уже зависит от того, как вы играете В любом случае, ПВЕ составляющие в игре довольно забавные И местами даже вариативные А вот ПВП традиционно представлено ареной Кто-то что-то говорит про режимы 1 на 1 и 3 на 3 Но, во всяком случае, пока я их не видел Донат, естественно, есть Однако, чтобы он как-то напрямую влиял на геймплей, замечено не было Он нужен скорее, если вы всерьез решили заниматься разведением лошадей Или просто порадовать себя стильной внешкой Идем дальше Blade & Soul Revolution Доступный пока только на Корее порт Всем известный MMORPG на мобильные платформы Что означает только одно В мобильной версии будет ровно то же самое, что в оригинальной Только в урезанном виде И вот вопрос, зачем, не покидал меня на протяжении всего процесса ознакомления Ведь есть же уже BNS Игра в общем и целом весьма достойная Зачем вот это все? Хотя, с другой стороны, подумал я Возможно, кто-то настолько любит BNS Что ему не хотелось бы расставаться с игрой нигде В туэристическом походе, например Или вообще, когда по большому счету Играть на ПК не представляется возможным Что ж, не буду придираться Тем более порт-то получился очень даже неплохой Тут вам и Unreal Engine 4 И, как уверяют разработчики, своя уникальная сюжетная линия Хотя я прям со старта ловил дежавю И привычная уже система Queen Gone То есть возможность бегать по стенам и летать Что-то около 30 скиллов на каждый класс С возможностью увязать все это в комбо Который активируется чуть ли не по нажатию одной кнопки А вот система боя стала таргетной Но тут уже ничего не попишешь Таковы суровые условия использования мобильных платформ Пвп пока что представлено в виде арен 1 на 1 И командного боя 2 на 2 В планах, однако, фракционные замесы 10 на 10 пользователей И что-то там такое было про 500 на 500 игроков В рамках одного сервера Ага, нехило так для мобилки, если реализуют В ПВЕ найдутся несколько подземелья, рассчитанных на 4 человека А также рейд для 16 пользователей Талион Вот так коротко, без всяких онлайн и революций Разработчики Gameville решили назвать свое детище Зато на другие эпитеты в процессе не поскупились И новое слово в мире мобильных MMORPG И MMORPG никогда не будет прежним И пришло время мести Короче, решительно никак пройти мимо не получилось Так что я, можно сказать, повелся на всю эту фигню от маркетологов И заглянул Так, значит, нам обещали огромный открытый мир И он тут действительно вроде как присутствует Два континента с пограничной зоной между ними Где и будет проходить все самое интересное Владеют территориями два альянса, Эгида и Двузубец Первое, понятно, за все хорошее Мир и демократию вашу хату А вторым подавай разрушение и неограниченной власть побольше Есть даже какое-то вразумительное объяснение всему происходящему Мол, как-то раз боги в облике драконов решили выяснить, кто из них круче И так увреклись, что уснули в процессе Какие-то недовампиры-драконососы ищут спящих богов Чтобы испить крови драконов и стать избранными Талионами Или Талионами Ага, так вот откуда это название И, собственно, дальше у меня возникли некоторые недопонимания с разработчиками По моему мнению, три класса А в игре именно три класса Как с одной, так и с другой стороны Причем совершенно одинаковые Это не совсем то, после чего мир MMORPG не будет прежним Разве что где-то в мире есть MMORPG с еще меньшим количеством классов И вот для нее бы это стало настоящим потрясением Впрочем, все это несколько ревелируется достаточно неплохим редактором персонажа И возможностью кастомизации героя впоследствии У каждого класса 12 навыков и 9 пассивок Которые можно скомбинировать в 8 уникальных умений Особенно напирали на графику И она действительно вполне себе Особенно как для мобильной игры Unreal Engine 4 все-таки как-никак С другой стороны, это означает Что счастливые обладатели не самых мощных смартфонов Смогут играть только на ПК Но это уже нормальная практика в мире мобильного гейминга А так, выполняем квестики Ходим на рейды фармить больших драконов Участвуем в баталиях 1 на 1, 5 на 5, 20 на 20 И даже чем, черт не шутит, 50 на 50 Язык, конечно, не повернется назвать тали Он чем-то сногсшибательным Но внимание на данном этапе она определенно достойна К тому же 28 февраля стартует первый российский сервер Так что заскочите посмотреть Ну и наконец-то то, что я оставлял себе на десерт Мобильная адаптация корейской MMORPG Black Desert С приставочкой Mobile Black Desert на десерт А неплохо Действительно так получилось, что эту игру я смотрел Самое последнее И напоследок как залипнет часов на 20 Не спрашивайте, это не я Оно само получилось А если серьезно Да нет, я вполне серьезно Оно само Тут миссия, там гриндик Здесь аренка Тут данжик зачистить Босса завалить А вот уже и очередь в рейд подошла Короче, как вы поняли Мой фаворит Black Desert Mobile И дело не в том, что она какая-то особенная Нет, это в принципе достаточно типичная Мобильная гриндилка Со стандартным перечнем активностей Просто мне кажется, что как-то вот так Должна выглядеть мобильная MMORPG В 2019 году Казалось бы, тот же Unreal Engine 4 Но, во-первых, картинка имха На порядок лучше, чем у конкурентов А во-вторых, и тут я внезапно офигел Устройство, в моем случае Самой обычной средней руки смартфон Не греется Нет, ну конечно, немножко есть Оно становится определенно теплее В районе процессора Но нет вот этого ощущения Раскаленного кирпича в руке Для использования персонажа доступно Насколько я понял, 8 умений Но весь список куда шире Можно формировать все билды Как на PvP, так и на PvE Хотя в PvE, как я уже говорил Игра определенных звезд с неба не хватает Смотрится все это куда более органично Чем даже в оригинальной версии игры У которой в этом плане вообще все печально И это я еще про заточку не говорю Потому что по заточке Black Desert Mobile Делывают свою старшую сестру Просто безоговорочно Точиться в мобильные версии игры Все равно дорого Но это по крайней мере Не причиняет физических страданий PvP, конечно, проседает Оренки они и в Африке Оренки Но ходили слухи Что со временем Можно будет как в неповторимом оригинале Подраться за споты Хотя с другой стороны Такие же слухи ходят По поводу русской версии игры А воссыны не там Есть вероятно Что в этом году мы увидим Хотя бы европейскую версию Но в принципе Кустарный англификатор Если подзагнаться Можно уже и сейчас поставить Хотя лично мне Он вроде как и не понадобился Без него играется вполне нормально У тех, кто имел дело с БДО Думаю проблем возникнуть не должно Ни с тайской Ни с корейской Ни с недавних пор С японской версией продукта Пишите в комментариях Свои варианты мобильных игр Необязательные MMORPG Может вы большой оригинал И чем-нибудь нас удивите Лично я на текущий момент Советовал бы ознакомиться С двумя последними Талион и мобильное БДО Но все описанные варианты Хороши Каждый по-своему Не забудьте подписаться на нас везде Проставить свой королевский лайк К этому видео Поделиться видео в соцсетях Меня зовут Майдлер Это портал Гохору Еще услышимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok